Вы все прошли первую, вторую, третью ступень и способы лечения на них. С помощью них можно вылечить любые заболевания. То есть вам нужно понять принципы лечения, каким образом вы воздействуете на пациента. Используем силу сознания, можно вылечить заболевания. Используем, прикладываем горячие руки к больному месту, тоже можно вылечить заболевания. Потому что учитель говорит, что объяснял вам подробно все упражнения, например, на первой ступени. Как лечить? Мне потребовалось три года для того, чтобы поверить, что это работает. То есть, например, у учителя был такой опыт, что когда он в Китае лечил пациента, и только начал использовать эти способы, а у человека были камни в печени, и они исчезли, и он сам себе не поверил. Как это случилось? Что за чудо? Я могу сказать вам следующее. Мы所运用的这些东西,这些功能,这些手法,都是经过了几千年的验证. То есть, то, что эти техники, которые я вам дал, то искусство лечения, которым вы сейчас обладаете, это работает, это лечит. То есть, например, в Китае очень много учеников, которые начиная с девяносто года начали заниматься, и у них были успешные личные опыты, например, собственного излечения и других людей. Каждый человек должен пройти этот путь от неверия в веру. То есть, способы очень простые, и вы ими уже обладаете. Самое главное это время, и то, что вы должны начать это делать. То есть, как бы, способы очень простые. То есть, время покажет и ваша сила веры, сила намерения. Но не нужно было делать так, что, например, у него серьезные у человека заболевания, а вы вытаскиваете плохую цы раз-два и готово. А человек отвечает, ну, что-то я вообще не чувствую изменения, мне так же плохо. То есть, вам нужно знать истинное положение вещей. То есть, насколько вы сильны, да, насколько серьезное у человека заболевание. То есть, не нужно думать так, что, ой, сейчас вытащу быстро-быстро эту плохую энергию, все пройдет. То есть, будьте терпеливы к себе и к своим пациентам. То есть, вы не должны постоянно у пациента спрашивать, ну, как вы себя чувствуете. То есть, например, процесс лечения должен быть таким. Вы лечите его 30 минут, либо час, а потом, да, несколько раз, допустим, 3-4 раза. Но у вас все еще нет веры в себя и в то, что человек излечится. То есть, тогда вы приглашаете какого-нибудь учителя, вот, и он вам помогает. И вы еще несколько раз таким же образом от 30 минут до часа лечите его. А потом только уже спрашиваете, ну, каким образом обстоят дела у пациента. То есть, например, в Китае люди очень по-долгу учатся, чтобы лечить. Есть два очень важных фактора. Первый – это вылечить болезнь. То есть, например, каким образом происходит процесс лечения? То есть, человек начинает заниматься цигун, потом как бы он лечится, у него проходит все. И потом он приходит в группу и сообщает людям, что у него нет этого заболевания. То есть, и все начинают тогда ему верить. И второй фактор – то, что наши способы лечения, они очень простые, но максимально эффективные. Не требуя порой иногда большое количество времени. Деться нету. Дullка, в Киевской Союзной, в Казахстане, в Китае, в Киевской Союзной. И все начинаются и начинаются и начинаются. То есть, кто занимался вообще лечением, например, в Китае? Это были профессора и доктора, например, таких известных университетов, как Тинхуа, Пекинский медицинский университет. То есть все они достигли больших результатов в излечении больных. То есть эти доктора сами для себя поняли, что их возможности безграничны в излечении больных людей. То есть нет препятствий никаких, кроме самих себя. Я очень рад, что я не懂得 истинно. Потому что изучать истинно очень сложно. Я не могу花 много времени и изучать истинно. То есть загвоздка, например, наша наша в том, что я не говорю по-русски, то есть и требуется много времени для того, чтобы объяснить какие-то вещи. И в любом случае я вам не смогу все объяснить. Но есть однозначный положительный эффект от того, что вы здесь занимаетесь. То есть, например, как определить, хорошо вы усвоили материал или плохо. То есть каждый раз, когда я приезжаю, переводчики меняются. У переводчиков разный уровень подготовки, разный уровень практики. Я, например, очень расслаблен, когда переводчик может перевести около 60% информации. Это очень хорошо. То есть я всем желаю, чтобы будущие инструкторы использовали русский язык и объясняли, доступно для своих учеников материал и несли это в мир. Я один, всего лишь один, поэтому мои возможности ограничены. Я не могу сказать, что я не могу бесконечно рассказывать вам обо всем. То есть я очень много времени потратила на то, чтобы вам объяснить различные вещи. Но я не могу еще бесконечно рассказывать вам обо всем. Нам нужно еще заниматься. То есть в течение последующих трех дней, когда будут проходить инструкторские курсы, я не смогу вас всему постоянно учить. Следующий тип заболеваний – это камни в почках и камни в печени. И также камни в мочевом. Первый способ называется, когда камни тают, то есть вы говорите им растает. Второй способ – это когда они вымываются водой, словно бы водой. И третий способ – когда они просто выводятся из тела. То есть первый метод вы уже знаете, когда точно так же, как опухоли, камни тают, 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 превращаются в энергию плохую, и она выводится из тела больного. Или, например, с помощью сознания можно говорить растай и эту информацию перенести в воду, а пациент ее выпьет. Второй способ – это когда камни раздробляются, измельчаются, превращаются в порошок и уходят. То есть можно представить, как будто вы берете из космоса энергию, и этот камень тает моментально. То есть нужно не один раз представить, да, гораздо больше. Хорошо,粉碎了, и после этого можно измельчить камень. Вы Always Bran Григорови. Вот эта гнозун стентไมцел… А drafting из одним из самых редких применений futures slip тярист. Отд зрителя generate кусочка, есть э Afric, за branching на туманいるrel. Туман используются плечи камень, которые используются как ляа Forest. То есть вы очень подробно представляете, вы можете один это делать, можете с пациентом, как будто вот желчный пузырь расширяется, расширяется, то есть и камни выводятся, они становятся все мельче, превращаются в порошок и далее вы их проводите по всему пищеводу, то есть выводите их. То есть нужно представлять очень хорошо. Например, если человек вам не верит и вдруг из него выйдет что-то странное, ну, камни имеется в виду, то есть он может. То есть, как бы, да, поверить. То есть, например, вы точно знаете, что вы с помощью вот этого способа, когда вы говорите камнем, чтобы они растаяли, точно знаете, что их уже нету, то тогда пусть ваш пациент обязательно сходит в клинику и сделает анализы, и убедится в том, что их нет. Значит, следующий пункт – это лечение глухонемых людей. Глухих или немых, либо в своем месте. Поэтому, в результате, в том числе, клинику можно выбрать сосредостаточно на месте, чтобы damals, не выбрать яблоки, когда я их сделаю. Средостаточности? Средостаточности в текущем в течение первой системе, например, handwriting на место, илиetto. В итоге мы не смогу выбрать, что не было, чтобы они у кого-либо частью боли, когда они исчезли. То есть, например, для глухонемых людей не подходят такой способ, а оно имущество? Вы можете выбрать для своего пациента какие-либо препараты или лекарства, травы. Или из-за того, что вы можете лечить его также с помощью сознания. Первый способ – это когда вы прохлопываете ладошкой, лодочкой его голову. Ладошка – это когда вы прохлопываете ладошку. То есть с помощью сознания говорите, что каналы на голове прочищаются, они начинают хорошо работать, пополняются. И потом вставляете пальцы в уши человеку. Используйте свое сознание. Он слышит, вы постоянно повторяете про себя. И через 30 минут вы очень быстро должны пальцы вытащить. Либо вот таким вот образом. Т.е. его уши должны быть плотно запечатаны вашими руками. И вот нужно резко открыть, то есть убрать руки. Время лечения – 30 минут. Время лечения – 30 минут. То есть это было лечение глухонемых людей. То есть представлять с помощью сознания, что он слышит, его уши становятся здоровы и резко открыть. То есть есть хорошие результаты после лечения. Следующий способ, когда вы вытаскиваете больную ЦИ из области Байхой и также из области ушей. Сначала вытаскиваете плохую энергию, а потом пополняете. Не нужно думать, что за энергия. То есть вы просто говорите себе о пополнении энергии. А также можно хорошо разминать уши, растирать больному. А также можно с помощью сознания соединить уши вместе с почками и сделать такой вот круг движения. А также можно непосредственным образом пополнять энергию в почках. А также можете больному посоветовать, чтобы он занимался дыхательными упражнениями в нашей практике и растирал уши. И вот таким образом еще можно делать. Это называется стучать в небесные барабаны. То есть когда вы кладете руки на затылок и пальцами бьете в него. А тугоухость тоже не имеет? Да. Это вот все было для тех, кто плохо слышит, тугоухость, глухие люди. Очень хорошие результаты, можно вылечить. Вы можете выбрать несколько методов. То есть, так как вы знаете много методов, то есть можно выбрать подходящие для него. Для немых людей что нужно делать? Хорошо прохлопывать затылок человеку. И так же выводить больную цы из области байхой и затылка. И так же с помощью вашего сознания вы говорите, что этот человек может говорить, он говорит. И пополнять как бы энергию ему через рот. То есть вот таким образом. Главное, что вы можете вместе с ним тренироваться, чтобы он улучшал артикуляцию своего рта. То есть какие-то простые буквы говорить. Например, такие слова, как папа, мама. Это очень просто. Следующий пункт, это заболевание сердца. То есть вы можете использовать большой палец и средний палец и сжимать их. Постоянно как бы улучшать кровообращение в них. А вот так же можно выводить плохую цы из печени. Так как по китайской медицине печень является матерью сердца. А так же можно из области плеча и левой лопатки выводить больную цы. А потом пополнять энергию, направляя ее туда. А еще есть один способ для лечения заболеваний сердца. То есть, например, для тех, кто практикует упражнения шоу-гум, можно делать дыхательные упражнения и упражнения «Малая космическая орбита». То есть тогда можно очень хорошо добиться хороших результатов. Следующий пункт, это когда зубы болят, заболевания зубов. То есть первый способ выводим из области зубов больной цы. Второй способ, когда мы пополняем энергию с помощью руками. То есть это использование силы вашей мысли, обезболивающих, тоже можно также применять их. Следующий пункт, это запоры. Так, следующий способ. Например, для себя, если у вас есть такие проблемы, то... Поворот ладони, да, то есть таким образом. Начиная от десяти раз до тридцати, так можно делать, ну и больше соответственно. Съе – это вымываться. Вымывать – съе. 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 То есть смысл в том, что ваш толстокишечник расслабляется, вымывается оттуда все. То есть вы используете также свое сознание и вместе с поворотом руки говорите, там, выйди или уйди. Вмываться от десяти до тридцати раз можно больше, очень хорошие результаты. Следующее заболевание. Это диарея. Вот таким вот образом. В обратную сторону. Да, если вы... Понятно. Бу — это пополняться. Да, вылечиться. А также, например, у тех людей, у кого диарея, можно просто таким образом водить рукой вдоль живота, используя ваше сознание и постоянно говорить «пополнись, пополнись, вылечись». Если пациент — это мужчина, то по часовой стрелке водите рукой, а если женщина — то против часовой стрелки. А также следующее заболевание — это геморрой. И вот в область толстого кишечника также можно пополнять энергию и убирать застойную энергию, выводить ее. И с помощью сознания вы также говорите, что человек становится здоров, у него проходит этот геморрой. И следующий способ, когда вы используете, заряжаете воду с помощью своего сознания и потом даете выпить ее пациенту. Следующий способ, когда ваш пациент делает дыхательные упражнения и активно втягивает и расслабляет брюшную часть живота. Что самое главное в лечении? То есть в процессе лечения не нужно быть в состоянии паники. То есть вам нужно, например, обоим расслабиться, и пациенту, и врачу. То есть пусть человек попьет чай, расслабиться, поболтайте с ним немного. Либо пусть человек разотрет сам ладони и положит на то место где у него болит очаг заболевания. То есть если, например, человек очень чувствительный к энергии, то не нужно его непосредственно лечить. Просто поболтайте с ним и все это время используйте свое сознание. Как бы лечите его. То есть, например, заболевания, которые носят высокий характер, высокое давление, например, вы опускаете, а те, которые низкий характер имеют, то есть вы поднимаете. То есть, вот низкое давление, высокое давление понятно, то есть опускаем там либо от Бэй Хуэй вниз, либо наоборот от Юн Чун Чуан поднимаем до Бэй Хуэй. То есть если перекошено, например, с левой стороны, то вы лечите с правой стороны. То есть если справа, то слева лечите. То есть если справа, то слева лечите. А заболевания сердца лечите сзади, со стороны спины. А заболевания, которые с грудной части, да, с передней, лечим сзади. То есть все заболевания, они как бы связаны непосредственно с точками Бэй Хуэй и Хуэй. То есть вы изучали на второй ступени такие упражнения, которые развивают силу вашего сознания. То есть не надо сейчас задавать вопросов. Позвольте мне закончить. Первый способ называется, когда мы используем силу нашего сознания, усиливаемую. То есть, например, с помощью вашего сознания можете менять природу вещей и их форму. То есть это такой способ, например, при котором, если у человека плохо движется энергия, то вы с помощью сознания усиливаете ее поток и ее качество. Или, например, если у человека болит какое-то место, то есть вы его излечиваете. Если есть опухоль, то вы говорите ей, чтобы она растаяла и так далее. То есть в соответствии с теми проблемами, которые, например, есть у человека. То есть вы каждый раз подстраиваетесь под человека, смотрите на его ситуацию. Следующий способ лечения называется мысль игла. Мы делали такое упражнение, как бесформенное собирание энергии. Мысль игла, это упражнение, оно подобно грому, такое яркое, как свет. То есть не нужно, например, если у человека плохо функционируют каналы в теле, брать иглу и колоть его. То есть можете брать из космоса иглу с помощью вашей мысли и поставить ее в это место, сконцентрироваться на нем. Когда вы закончите, обязательно нужно иглу обратно вернуть. Вы можете использовать мысль нож, точно так же вы ее берете и отрезаете какую-нибудь опухоль или нарост у человека и возвращаете обратно. Вы можете с помощью своего сознания выбрать любую форму. Лечение человека. То есть с помощью сознания вы можете выбрать любую форму и вылечить человека. Следующий способ, это мысль вода. Смысл ли вода? Вы уже использовали этот способ, когда вы с помощью своего сознания заряжаете воду непосредственно, либо используете руки-меч и закручиваете воду, и также меняете ее свойства для больного человека. И. 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 То есть заряженную воду с помощью вашего сознания можно использовать при различных заболеваниях, там камни, высокое давление, все что угодно, опухоли. И. 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 Либо наоборот, когда у человека солнечный удар. Вы можете добавить в воду или в кафе или в кафе? Можно использовать другие напитки? Да, можно заряжать их. Можно заряжать цветы и давать больному человеку. Следующий способ – мысль, огонь. То есть вы представляете, как энергия солнца или энергия огня проникает в вашу ладонь, там разгорается, и вы лечите человека? Вы можете заряжать этот энергия огонь, чтобы помочь больному человеку. Или просто помочь больному человеку. И вы можете лечить внутренние органы, непосредственно концентрируя энергию, и потом кладя руки на пациента. Либо сразу представлять, что она входит в него и лечит. С помощью мысли огня можно лечить заболевания холодного характера. С помощью мысли огня можно лечить огонь. Следующий способ – мысль, камень. Стоять, лусян дай. Можно брать абсолютно любой камень, либо красивый какой-нибудь минерал выбрать. То есть вы, например, точно так же, как и с водой можете использовать не только ее, а другие напитки. И здесь с камнями все то же самое. То есть можно выбрать любой камень. Следующий способ – мысль и травы. То есть объединение трав и вашего сознания. Сюда входят также фрукты. Все можно брать. Следующий способ – мысль, рецепт. И фон, да, 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 да. Этот способ используется в буддизме, да, сизме, в китайской медицине. И как бы у всех народов он есть. Это 가장 популярные китайские врачи, который первым овладел этим методом. Это врач использовал силу своего сознания, например, с помощью кисточки, когда занимался каллиграфией, лечил свои заболевания. То есть каким образом это работает? Ваша мысль с помощью инструмента, там кисточки или ручки, выводит это на бумагу, и вы излечиваетесь? То есть в древнем Китае еще давно использовались этим методом лечения? То есть это, например, когда я учился, это пришло к нам из китайской медицины, этот способ. Я узнала его. Второй способ – мысль и звук. Например, когда вы занимались с учителем, Он говорил, что вот я беру из космоса горячий уголь и кладу вам в Нижний Донтянь. Вы практиковали большой или малонебесный круг? То есть это объединение моего голоса, моих сигналов, которые я вам шлю во время практики, а также хороших пожеланий для вашего исцеления и улучшения вашей практики. То есть здесь соединяется в этом методе космическая энергия, ваша энергия, энергия неба. То есть, например, в буддизме очень распространен этот метод. Вот есть такая в буддизме мантра ума не падме хун. Ума не падме хун. То есть в каждом из языков содержится вот такой вот набор звуков и смысл, как бы вложенный в эти звуки. Мантра – это форма, которая пришла из космоса. Каким образом они формировались? Как они пришли из космоса? То есть, если человек долго занимался практикой, вы знаете, что человек подобен космосу. И через некоторое время это появлялось в форме вот таких вот феноменов, то есть новых знаний. То есть мы, например, используя древнюю культуру, помогаем ее синтезировать как это в новом ключе, новым образом. Для того, чтобы она нам помогала. Используя наши способности и силы, мы адаптируем этот материал. То есть мы не говорим на древних языках, потому что мы, например, не сможем понимать контекст того, что было раньше, если он не адаптирован. То есть, все вы уже поняли, что заниматься упражнениями джунгун довольно-таки просто. То есть, например, когда вы лечите заболевание, вы говорите, все хорошо, все хорошо, все проходит, человек здоров. То есть это то, что пришло из космоса. Самое главное, чтобы вы понимали главную суть и основные принципы. И тогда вы сами сможете менять и как бы лечить заболевание. Кажется, что время уже заканчивается, урок заканчивается. Это космос нам говорит о том, что время пришло заканчивать урок. Я вам сегодня тоже объяснял много космических практик. И также в моих посланиях звуковых содержались хорошие пожелания вам. Первое, например, я желаю всем здоровья, быть всем здоровым. Желаю всем счастья, желаю всем быть радостными и счастливыми. Все, мы закончили урок. Если будет еще случай, то я обязательно вам расскажу. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...